В здании бывшей пятой основной школы на улице Парада-7 заканчивается проект масштабной реновации, который затрунул все помещения. Здесь, как и в ряде других школ города, в рамках софинансирования ИРАФ были заменены системы водоснабжения, вентиляции и отопления, сделана внутренняя перепланировка и существенно улучшена материально-техническая база учебного заведения. Сюда планируется перевести основную школу Сасканец, на чье место на улице Саула-7 должен переехать детско-юношеский центр Яунейба. В прошлом году данный объект был основательно утеплен, поэтому теперь, после внутренней реновации, школа будет соответствовать высоким стандартам эксплуатации. Здесь не только отремонтированы учебные кабинеты, но и другие аудитории. Обновлен спортивный зал, получивший отличное покрытие, проведен ремонт и актового зала, удобного для самых разных мероприятий, а специализированные кабинеты, например, химии, информатики и домоводства, отличаются новым оснащением. Не забыли о лицах с ограниченными возможностями. В школе имеются не только обустроенные санузлы, но и лифт для перемещения по этажам. Руководство города и специалисты сферы образования отмечают, что ранее школа Сасканец постоянно эмигрировала с места на место и не имела настоящих учебных помещений. Но теперь эта ситуация приятно изменится. В настоящий момент осталось лишь завершить последние штрихи и получить разрешение Государственного бюро по контролю за строительством. Основная школа Сасканец, конечно, довольно интересное учебное заведение, так как у них своих современных школьных помещений, честно говоря, никогда не было. Вначале она называлась экспериментальная основная школа, там учебный процесс был организован в здании университета. Потом они переехали, конечно, мы реконструкцию делали в помещениях детской больницы, и у них не было нормальных условий для учебы, не было лабораторий нормальных, кабинетов, спортивных залов и так далее. Можно сказать, что в связи с реконструкцией этих всех помещений на парадос 7 школа получит современное здание, современные кабинеты, мебель и смогут успешно работать. Постепенный переезд школы Сасканец должен начаться в конце апреля. Если ситуация с COVID-19 улучшится, то в новых кабинетах ребята смогут учиться уже с 1 сентября. Здесь у нас, конечно, большие просторы, большие возможности. Наконец-таки у нас будет большой-большой спортивный зал, о котором мечтают уже все. У нас будет очень красивый кабинет химии, очень будет у нас просторный кабинет физики, у нас будут просторные кабинеты и оборудованные, что все связано с дизайном и с технологиями. Мы сможем и готовить, и вышивать, и мальчики, и девочки, как говорится, не мешая друг другу. Поэтому мы только надеемся на самое лучшее, мы надеемся, что все будут здоровы, что закончится эта пандемия, и 1 сентября мы все придем сюда, сможем красиво отпраздновать. И начинать учиться в оборудованных учебных кабинетах. С переездом школы помещения на улице Саула-7 не будут пустовать. Туда переместится детско-юнический центр Яунейба. В свою очередь здание на улице Таутес также ожидает обновления. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Далгоповской городской думы. Продолжение следует... Продолжение следует...